На связи Иван Варченко, эксперт по вопросам национальной безопасности. Приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Добрый вечер. Добрый вечер, слава Украине. Героям слава. Иван Григорьевич, хотел бы, знаете, вот наш разговор начать с ситуации на Авдеевском направлении, поскольку, ну и сводки официальные, и сами бойцы, которые там сейчас прибывают, говорят о том, что один из самых горячих направлений наблюдается именно вот в этих, вокруг этих населенных пунктов, да, по этой линии. Ну и говорят о том, что враг, ну, пытается дальнейше развить, как мы понимаем, тот определенный успех, который он достиг, да, путем применения вот этих местных валов, штурмов, да, и применяя при этом в большом количестве авиацию, те же авиационные бомбы и так далее, и так далее. Но сейчас мы понимаем, что так или иначе, возможно, да, этот успех развить им не удастся, поскольку для этого необходимы достаточные силы. Хотя мы понимаем, что ситуация действительно очень сложная. Как вы оцениваете то, что сейчас происходит именно вот на этих направлениях? Я оцениваю в целом ситуацию сейчас, с началом весны, как серьезнейший вызов для Украины, для ее, опять же, независимости и для освобождения оккупированных территорий. Сейчас мы говорим, даже при сегодняшнем дне, мы говорим сейчас не об операциях по наступательных, по освобождению оккупированных территорий, но мы говорим о операциях, которые позволят эффективно защищать сейчас наши украинские территории. Поэтому здесь, конечно же, нужно серьезно подходить к этому вызову. И серьезно не только нас, лавахи, на беспокоенности, а и на деле. То, что мы должны сделать, нам нужно сделать. И это, прежде всего, касается как раз фортификационных наших рубежей, инженерного оборудования этих рубежей. Как оказалось, это была очень нехорошая новость для украинцев, но не были в достаточной мере в предмисте, знаете, пригороде Авдиевке, оборудованы эти рубежи. Оказывается, что сейчас мы сдерживаем врага уже за несколько километров от этого города. Поэтому, конечно же, мы сходу сейчас вынуждены эти рубежи создавать, оборудовать их, и понимаем, что враг, конечно же, пользуется этой ситуацией. У них есть задание и политическое задание, не считаясь никакими жертвами сейчас, попробовать по максимуму развить свои наступательные действия. Понятно, что Авдиевка придала им некоторые крылья сейчас, дополнительные эмоции, и они стараются из этих эмоций выжать, конечно, по максимуму. У них создаются для них выгодные положения из-за того, что наши партнеры, к сожалению, очень сильно задумались и не спешат давать основные наши партнеры. Соединенные Штаты Америки сейчас занимаются своими внутренними проблемами, занимаются внутренними политическими дискуссиями и не спешат сейчас, ну, нужно быть, опять же, говорить откровенно, делать то, что было обещано для Украины, и прежде всего в поставке вооружений и боеприпасов. Но вместе с тем, вместе с тем, мы видим, что продвижение, как это получалось у них после взятия руин Авдиевки, на несколько сот метров на километр в день, то, что мы наблюдали сейчас, оно приостановилось, сейчас им с трудом, опять же, даются каждый следующий метр. Это означает, и об этом говорят, опять же, сводки украинского генштаба, об этом говорят на многих участках фронта сейчас и сами бойцы, удалось остановить то наступление и стабилизировать положение. Вместе с тем, это не означает, что угрозы миновали, нет, они не миновали. Россияне будут изо всех сил стараться до 17 марта, как минимум. Ну, а тут не нужно обольщаться, опять же, нужно говорить о том, что и после 17 марта, конечно же, по инерции они еще несколько недель будут стараться усиливать свои позиции, в том числе под Авдиевкой. Остальные участки фронта сейчас, да, они активные, они горячие, но вместе с тем, такого продвижения у россиян нет, как на Авдиевском направлении. И мы, конечно же, ожидаем, что те разговоры, те обещания, которые шли от наших европейских, в данном случае уже партнеров, та мобилизация ресурсов на 800 тысяч снарядов, о которых заявил Петер Павел, и которые сейчас должны выкупить наши партнеры, то есть они над этим активно работают, выкупить и доставить на украинский фонд. Они, конечно же, очень помогут, они сейчас очень нужны, и это именно та ложка, которая очень дорога к обеду. И мы надеемся, что та ситуация, то бесчеловечное, дополнительный виток бесчеловечных, опять же, бомбардировок украинских городов, которые допускает сейчас и позволяет себе Россия, ускорит решение и наших европейских партнеров, и наших американских партнеров по военной помощи, и в том числе и по тому, что в Украину быстрее придут F-16. Мы на это очень надеемся. Тем более, Иван, что уже есть информация о том, что Россия и дальше продолжает использовать авиацию против Украины, несмотря на те потери, которые уже есть, но и на тот риск, что и эти самолеты могут сбить ВСУ. Речь идет о российских истребителях. Су-34 в сопровождении Су-35. Они осуществляют по 100 и более вылетов в день для нанесения бомбовых ударов по украинским позициям на расстоянии около 40 километров. Это подсчитали аналитики Института изучения войны и отметили, что изменение российской тактики произошло. Страна-агрессор стала более интенсивно использовать воздушные операции с целью помочь своим сухопутным силам продвигаться вперед. Мы уже неоднократно говорили о том, что именно эти бомбардировщики являются как раз носителями КАБов, тех авиабомб, которые помогают, в кавычках, конечно же, российской армии разрушать украинские города и фактически обеспечивать проход сухопутных их сил. То, что сейчас происходит. Тут, во-первых, я так понимаю, есть в этом и подтверждение ваших слов о том, что они любой ценой сейчас пытаются продвинуться вперед, чтобы какие-то и политические цели закрыть в том числе. И с другой стороны, может ли как-то вот ситуация с тем, что угроза для российской авиации создается со стороны украинской ПВО, украинских защитников, как-то изменить планы врага на фронте? То, что происходит сейчас с усилением украинской компоненты ПВО, в том числе с усилением украинской авиации, как раз и обуславливает то, чем занимаются сейчас россияне. То есть это взаимосвязанные вещи. И мы с вами говорили несколько месяцев назад, что Россия сейчас использует свои конкурентные преимущества в авиации, позволяющие ей в том числе продвигаться по линии фронта, поскольку КАБы нужно запускать с расстояния 40-50, максимум 60 километров на самой большой высоте и при попутном ветре. Поэтому им нужно приближаться на это расстояние. Соответственно, там тактические средства противовоздушной обороны не работают на таких расстояниях. Здесь нужны только серьезные системы, как «Патриот» или такие, как ракеты «Воздух-воздух», используемые в «Ф-16» и в авиации. И, конечно же, постсоветские системы, как «С-300». Мы видим, как россияне это конкурентное преимущество использовали, атакуя в том числе «Авдиевку», о которой мы говорим, в том числе на Купинском направлении, и в том числе на Херсонщине, на левом берегу Херсонщины, кабами практически уничтожая любые рубежи, укрепленные рубежи украинцев. А это авиабомба, несущая в себе 250-500 килограмм взрывчатого вещества. Это очень серьезно. Поэтому, конечно же, понимая это, и Россия это понимает, что сейчас окно возможностей у него очень-очень сузилось. Мы ожидаем от наших партнеров обещанные нам средства противовоздушной обороны, и мы ожидаем F-16. И россияне понимают прекрасно, что первые F-16 в украинском небе, они уже не фрагментарны, как сейчас, когда мы подтягиваем там средства, эффективные средства ПВО к линии фронта и отрабатываем по нескольким российским СУ, сбивая их, соответственно. А это будет в массовом порядке происходить. То есть они утратят это конкурентное преимущество и вынуждены будут оставшиеся свои самолеты, которых с каждым днем становится меньше, поставить где-то в ангарах, где-то очень далеко от линии фронта и не стараться даже отрабатывать всю ту тактику, которую они отрабатывают сегодня. Поэтому, используя это окно возможностей, они сейчас выбрасывают просто все силы и, конечно, все средства авиационные для того, чтобы еще вырвать несколько недель или месяцев. И в этом тоже зависимость от наших западных партнеров. Понимая это, я надеюсь, что понимание и практическое, и рациональное, и гуманистическое заставит их быстрее работать над тем, чтобы эффективное оружие, способное уничтожать российскую авиацию, было быстрее в украинских полях. Иван Григорьевич, давайте еще по поводу эффективного применения разных видов вооружения, не только по ликвидации такой угрозы, которая пока еще имеет название Черноморский флот Российской Федерации. Скорее всего, уже флотили. Давайте далее об этом поговорим. Украина продолжает ограничивать свободу маневра Черноморского флота России, пишет Министерство обороны Великобритании в Твиттер. Но за последние пять недель были уничтожены уже три военных российских корабля. Последним стал российский патрульный корабль Сергей Котов. В ночь на 5 марта Сила обороны Украины с помощью морских дронов вблизи Феодосии потопили современный патрульный корабль России. Цель поразили сразу несколькими надводными беспилотниками. По данным Министерства обороны Великобритании, Сергей Котов вступил в состав Черноморского флота в июле 2022 года. А в июле и сентябре 2023 он подвергался нападению БПЛа, однако в обоих случаях получал незначительные повреждения. Иван Григорьевич, как вам видится дальнейшее развитие тех событий, которые мы уже фиксируем в акватории Черного моря? И не только, поскольку мы говорим о истории, которую в свою очередь озвучил и президент Украины Владимир Зеленский, говоря о том, что мы постепенно должны приближаться к полному огневому контролю не только на территории временно оккупированного Крыма, но и акватории Черноморского региона. А мы с вами не единожды говорили, что 2023 год стал последним годом существования того российского Черноморского флота, которого боялись. Сейчас на него смотрят не на как ужас, наводящий, опять же, страх на все страны Черноморского региона, в том числе страны НАТО, Турцию, Болгарию, Грецию, любую европейскую страну, имеющую выход на Грецию, не к Черному морю, да, это уже, но работающая, опять же, недалеко и находящаяся в зоне поражения российского Черноморского флота. То есть вместо того Черноморского флота, который десятилетиями наводил ужас и страх, шок и трепет на соседей, они превратились в жалких и смешных. Крыс, которые лишь только высовывают нос немножко дальше от тех нор своих бухт, в которых они попрятались, они тут же оказываются прихлопнутыми украинскими средствами против, в данном случае, против корабельной борьбы и дронами, подводными, надводными. Соответственно, мы понимаем, что сейчас участь российского Черноморского флота, при том, что совсем сбрасывать со счетов, конечно же, нельзя, они сохраняют свое количество кораблей. Мы помним, было около 80, наши сейчас источники разведывательные говорят о том, что мы треть уже уничтожили, еще часть какую-то, в целом больше половины сейчас недееспособны, поскольку вынуждены ремонтироваться. Но то, что осталось, оно уже не используется как боевой потенциал в полной мере, так как это было. Я вам напомню, еще совсем недавно мы говорили чуть не каждый день о калибрах, запускаемых из Черного моря, это была большая угроза. Сейчас весь Черноморский флот России вынужден думать о том, как сохранить оставшиеся корабли, а не о том, каким образом еще их можно использовать. Они давно уже похоронили свои любые желания и мечты о том, чтобы высаживать десанты, и большие десантные корабли только ищут уютные гавани для того, чтобы можно было эффективнее спрятаться. Поэтому 2024 год будет годом добивания всего оставшегося металлолома в России. Россия уже не сможет не то что доминировать, даже в какой-то мере иметь даже право блокирующего голоса. Мы видим, как работает опять же зерновой коридор черноморский, как работает опять же экономика. И в целом Украина показала миру, что с террористом, с пиратом морским можно и нужно работать с позицией силы. Мы, по сути, уничтожили эту раковую опухоль, которая называлась черноморским флотом на теле Черного моря. Поэтому здесь можно говорить о том, что в этом году мы фактически поставим. Если мы их убрали как фактор, то сейчас будет добивание остатков всего того, что называлось когда-то российским черноморским флотом. Ну и они давно уже не говорят о такой гордости, как черноморский флот. Они уже даже в средствах массовой информации, в своих пропагандистских уже скорее каждый раз содрогаются, когда об этом вынуждены говорить, поскольку каждый разговор этот начинается с разговора о том, почему уничтожен очередной российский корабль. Вот, кстати говоря, в США также прокомментировали уничтожение очередного военного корабля РФ. По словам представителя Госдепартамента Мэтью Миллера Украины, есть план, который поможет ей добиться победы на поле боя, но и также Украина имеет в запасе еще несколько сюрпризов для россиян. Конечно же, мы их не будем раскрывать, но вот, Иван, я вас попрошу прокомментировать последствия, о которых говорит Мэтью Миллер, вот этих всех сюрпризов и моментов. Украинские сюрпризы могут лежать и в площади дальности, и в площади эффективности того вооружения, над которым, во-первых, работает сейчас украинская военная промышленность вместе с нашими партнерами и технологиями, и комплектующими, которые могут поставить наши партнеры, и над которыми работают, опять же, политикум и страны, опять же, общество тех стран, которые сейчас очень хорошо помогают Украине. Мы понимаем, что пока одни наши партнеры в раздумьях и погрязли во внутренней политической борьбе, другие ответственные и взрослые наши друзья не берут на себя большую ношу, и стараются в какой-то мере заполнить недостающие недостающие сейчас в Украине средства. Поэтому мы понимаем, что это будет и средства, те, которые позволяют работать на большую дальность. Мы говорим сейчас о том, что это будут ракеты, позволяющие работать на расстоянии 300, 500 и более километров. Мы говорим сейчас не единожды. Тоже в своих эфирах это озвучивали. И с Канадой ведутся очень предметные переговоры и с другими странами, даже при том, что немецкие Таурусы сейчас мы понимаем под знаком вопроса, поскольку видим настроение общества, видим то, что немецкий политикум сейчас стоит на широком шпагате. Тоже стараясь удовлетворить эти настроения общества, но вместе с тем мы видим, как другие страны ищут ресурсы и находят эти ресурсы. Мы понимаем, что это будут дроны, позволяющие работать на большие расстояния. И мы понимаем, что это будут, скорее всего, количество, не единичные образцы оружия, а достаточное количество, позволяющие, опять же, эффективно отрабатывать по всем или по большинству целей, а не очень избирательно, с очень большой экономией. И, конечно же, мы ждем уже показавшие в украинских реалиях тактические преимущества, такие образцы наших вооружений, наших партнеров, как кассетные боеприпасы. Мы понимаем, что работа F-16 и работа средств противовоздушной обороны, которая очистит воздушное пространство от российских самолетов, позволит нам работать более эффективно в этом направлении, опять же, отрабатывая линию фронта. Конечно же, это все вещи, которые вместе будут давать нам больше и меньше шаги на пути к нашей победе. Иван Григорьевич, спасибо вам большое за этот анализ в эфире телеканала «Фридом». Благодарим Иван Варченко, эксперт по вопросам национальной безопасности, был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридом». «Фридом» – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.